Счастливо снова видеть много снега родные лица родной вуза. Еще готова ответить на любые, даже самые острые, каверзные вопросы студентов. Своей Alma Mater сказала Мария до начала встречи. За лучший вопрос книга, написанная после того, как наша землячка несколько месяцев провела в американской тюрьме. Студенты были активны, в основном политологи, как и сама Бутина. Я спрошу, Никита Михарков высказался, предложил лишать российского гражданства тех граждан, которые призывают к введению антироссийских санкций. Мне бы хотелось узнать ваше мнение касаемо наказания именно уголовного за призыв к санкциям. Лишить вас гражданство, я считаю, что это неправильно. Какую бы вы позицию ни высказывали, это ненормально. Что касается ответственности, я думаю, что она должна быть. О Марии Бутиной в России заговорили в 2018-м, когда ее задержали в США, обвинили в шпионаже. В тюрьме она провела больше года. По возвращении на родину начала активную общественную деятельность и написала книгу. Сейчас презентует ее по всей стране и говорит с людьми на актуальные темы. В России нет политзаключенных, поэтому если тема обсуждалась, то она обсуждалась применительно к нашим согражданам, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию за рубежом. По мнению Бутина, такие встречи, как сегодняшний диалог на равных, должны быть обязательно. Так студенты могут общаться с политиками, общественниками, спортсменами, ведь студенчество и в наше время политически активная часть населения. Студенчество всегда будет активно, студенчество всегда в определенной мере будет протестным. Это совершенно нормально. У наших ребят сейчас другие вызовы. Я думаю, что их энергия, она должна быть все-таки направлена в правильное русло. Если дистанцировать себя от этой работы, то, естественно, можно ожидать, что невозможность применить вот этот избыток молодежной энергии, он в конечном итоге ведет в деструктивном направлении. Поэтому, на мой взгляд, это слаженная государственная политика, которую сейчас вести очень непросто, потому что нам противостоят очень серьезные силы. На вопрос, планирует ли сама Мария пойти в политику, ответила уклончиво, если только народ попросит. Зато о книге говорила с удовольствием. 540 бумажных страниц, уверена Бутина, не заменит ни один фильм. И ее с удовольствием прочтут и взрослые, и студенты, и дети. Это, знаете, как в жизни нельзя просто придумать, это можно только пережить. И поэтому она написана довольно простым языком. Я писала ее абсолютно сама. Здесь нет никаких литературных рабов, которые бы там за меня что-то там где-то дописывали. Этого нет, там нет никакой цензуры. Книга упоминает все имена и события такими, как и они были. И в этом плане студентам классического вуза повезло немного больше. О каких-то историях они смогут спросить Марию лично. Такой шанс у них появится. С 1 сентября выпускница политологического факультета будет преподавать в АГУ. Уже есть договоренность с руководством университета. Конечно, лекции будут проходить в дистанционном формате, но и личное общение по возможности Мария только приветствует. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком.